И третий тип атаки, XS-атаки, это так называемый DOOM-based XSS. Он хорош тем, что не требует вообще никаких серверов, никакие обращения на сервер могут вообще не уходить. Все берется из браузера, все находится, предпосылка для создания XSS, находится, собственно говоря, в самом браузере. Все это благодаря тому, что в контексте браузера есть некий код, который обрабатывает входные параметры и применяет к ним какую-то логику. В этой логике содержится ошибка, в результате чего возникают предпосылки для внедрения собственного кода. Давайте рассмотрим следующий пример. www.kiwi.con.daus.html на этот раз, это не динамический метод, это статическая страница, скрипт, alert1, скрипт в качестве параметра. Эта статика, она может браться просто из кэша браузера, если браузер уже когда-то ее подгружал. То есть, может вообще никаких запросов к веб-серверу не уйти. Однако, как мы видим, у нас отобразилось в kiwi.con.daus.html и сработал alert. Давайте посмотрим на стороне HTML, исходный код HTML-страницы. Давайте посмотрим и поймем, в каком месте происходит нарушение. Вот это код нашей страницы daus.html. Вы видите, здесь есть в заданной строках hello, после чего идет распечатка посредством вот этого JS-скрипта документ write, вызов функции, которая пишет в текущее место в документ, значение функции unescape, document location hf. Document location hf содержит ссылку на документ, то, что введено в адресной строке браузера. unescape заменяет заескепленные символы, раскрывает их, URL-н-код превращается в обычные символы, то, что введено процентом и так далее. Document write пишет в текущее место в HTML документ. В результате чего у нас возникает такая ситуация, что чтобы мы не ввели в адресный знаке браузера для этого документа, у нас срабатывает вот это раскрытие, и мы здесь можем внедрить практически любой HTML-код. Еще один пример, это то же самое, только не через get-запрос, а через post-запрос. У нас есть некая форма, он садмит равно document write, twist-t-value, input-type равно текст, ID равно t, закрываем форму. У нас формочка будет с одним текстовым полем, можете взять этот код, сделать локальный документ, обозвать его что-то, точка HTML, открыть в браузере, вы увидите формочку, и там можете ввести практически то же самое. скрипт, скрипт, alert, один, допустим, слэш скрипт. И вы увидите, что в контексте вашего браузера выдалось окошко с сообщением 1. То есть сработало без всякого веб-сервиса, без всякого веб-сервера, без каких-либо сетевых обращений, просто все выполняется в контексте самой страницы. Поэтому эти уязвимости и называются DOM-based. То есть базируются не на запросах, а на DOM-модели документов. При поиске XSS-уязвимости обычно используют наборы готовых векторов с тем, чтобы посмотреть, какие входные параметры, во-первых, отображаются в документе, во-вторых, какие входные параметры не фильтруют спецсимволы, которые можно использовать для конструкции своих встроенных тегов. Из спецсимвола можно отметить закрывающие-открывающие угловые скобки, одинарная кавычка, двойная кавычка, скобки, фигурные скобки, точка запятой. Эти символы мы скамливаем к какому-то параметру в неком обновлении, переходим по ссылке, в ответ получаемый HTML-код, открываемый HTML-код, ищем наш шаблон, как он изменился, если он распечатывается, попадает в HTML-код. Если там каким-то образом присутствуют эти символы, значит, там вполне может быть ситуация, когда мы можем внедрить тем или иным методом свой код. А в случае с DOM-based можно не тратить свое время на то, чтобы анализировать запросы и ответы, можно посмотреть в тексте страницы, в тех методах, которые используются в данном HTML-документе, и поискать следующие функции. document-write, document-write-align, eval, обращение к методу inner.innerHTML, то есть обращение к внутреннему HTML-коду какого-то документа, и модификации его, и так далее. А здесь есть еще одна тонкость, которую забывают. Дело в том, что что-то, something.svf, представляет из себя, по сути дела, один большой кусок JS, в котором тоже может быть какая-то своя логика. Точнее не JS, а action script, но разница там невелика. Там тоже может быть своя логика. И методы, выполняющиеся в рамках svf-файла, svf это shockwave flash, ролики, методы, выполняющиеся в рамках svf-файла, могут обращаться к тем же самым переменным, к тем же самым методам, к тем же самым значениям и настройкам, к которым может обращаться любая JS-функция. То есть мы можем получить все то же самое, используя DOM-based XSS в svf-фке. Таких XSS в случае с svf вагон и маленькая тележка, поскольку здесь как раз очень-очень ярко, когда что-то валидирует почему-то. Из интересных функций с svf это geturl, load variables, flash external interfaces, и им подобные функции. И еще хотелось бы отметить, что svf-ки часто используют в качестве формата баннеров, в качестве формата каких-то интерактивных элементов. То есть очень-очень много svf-ок по всему интернету, и они во многих случаях содержат уязвимость, позволяющую выполнить JS-код в контексте браузера пользователя. Окей, мы с вами посмотрели, каким образом создавать XSS-атаки, каким образом их конструировать, но не посмотрели главного, каким образом получать какие-то полезные данные. То есть когда применять эту XSS-атаку. Одна из распространенных целей – это кража сессии, кража сессионной информации, которая содержится в cookies на переменных пользователя залогиненного в систему. С помощью XSS можно провести атаку, которая позволит вам взять эту информацию, проставить себе в браузер в качестве куки значения кастомного для конкретного сайта и имперсонифицировать себя под этим пользователем. Представьте себе сценарий. Есть некая почтовая система, давайте социальная сеть. Есть некая социальная сеть, в которой авторизация производится по cookies. Вы находите там XSS-ку, создаете вектор атаки, отправляете пользователю, пользователь переходит, далее пункт третий многоточие, и профит. Вы получаете куки значения. Далее вы берете, проставляете себе в браузер и становитесь этим пользователем. Можете читать, отправлять сообщения, можете добавлять всех в друзья, спам посылать и прочее. Так вот, вот этот пункт троеточие, где нужно что-то сделать для профита. Нам нужно, так как на данный момент мы контролируем и можем влиять, и можем внедрять любой JS-код в контекст страницы пользователя, нам нужно создать такой JS-код, который возьмет данные по cookies этого пользователя и отправит нам посредством HTTP в рамках какого-то запроса. Каким образом это можно сделать? В качестве одного из примеров давайте рассмотрим следующий код, который мы внедряем пользователю в контекст страницы. Вот этот код это то, что внедряем мы. Мы создаем новый элемент типа image, то есть добавляем на страницу новую картинку. Его свойство SHC присваиваем некий URL, который ссылается на подконтрольную нам страницу и содержит переменную со значением всех cookies переменных пользователя. В данном случае это HTTP Logger.com, но здесь может быть ваш домен, ваш IP-адрес, где вы временно подняли что-нибудь, что будет слушать и логировать все переданные переменные, публичный какой-нибудь сервис такого типа и так далее. Мы конструируем URL, который будет содержать значение cookies. URL будет в виде следующего. в данном случае HTTP Logger.com вопросительный знак C равно далее здесь в URL encoded формате идут значения document cookie. Document cookie в контексте веб-страницы, точнее в контексте JS, который крутится на этой веб-странице, содержит все переменные cookies, которые относятся к данному домену. Вот вы загрузили с facebook.com в страницу, зашли на facebook.com в JS, который крутится на этой странице, доступна переменная document cookie и там доступны все переменные cookies, все значения cookies, которые определены для домена facebook.com Есть единственное но. Помните, мы обсуждали разные атрибуты, так вот, атрибут HTTP only позволяет исключить определенную переменную cookies от попадания в глобальную переменную document.cookie. Поэтому, если у вас такая ситуация, то есть, какая кука имеет атрибут HTTP only, то этот метод не пройдет. Что далее происходит? пользователь заходит по вашей ссылке, которая ведет к срабатыванию этого кода. Хочется еще заметить, что непосредственно этот код размещать в ссылку, которая приводит к срабатыванию CSS, сложновато будет, поскольку он довольно-таки большой. Чаще делают следующим образом. Размещают вектор, который вызывает срабатывание CSS, размещают следующую вещь. скрипт SRC равно и далее ваш урл, из которого нужно стащить исходник. Далее по этому урлу располагается любой величины JS-код. Здесь вы уже неограничены размером. А в оригинальном векторе вы, скорее всего, будете ограничены неким размером. Происходит следующее. создается элемент, вы создаете урл, который содержит, помимо всего прочего, значение document cookie, происходит передача на ваш ресурс, далее ваш ресурс берет значение переменной c или любой другой произвольный, который вы определите для этих целей, и скидывает в локальный файл cookies.txt. Это то, что происходит на вашей серверной части. Таким образом, пользователь, зайдя по данному ему ссылке делится с вами значением cookies. Еще одна возможная цель, которую может преследовать злоумышленник, используя XSS-атаку, это так называемый XSS-worm. То есть, получение в свою сеть под свой контроль браузеру многого-многого количества пользователей. Очень здорово это работает на разного рода социальных сетях, на чем-нибудь, где есть массовые социальные графы, где пользователи связаны друг с другом. Представьте себе, что у вас есть некий социальный сервис типа Twitter, где вы нашли XSS-увязвимость, размещаете свой твит, те, кто его читает, у тех пользователей срабатывает XSS, то есть, здесь речь идет о Store XSS, пользователь читает ваш твит, у него срабатывает XSS. В свою очередь, этот JS, который вы им подсовываете, размещает на их уже, в их лентах, то же самое сообщение с вектором, который вызывает срабатывание XSS. Таким образом, один раз разместив сообщение, дав его прочитать десятку пользователей, вы получаете такую своеобразную цепную реакцию, где каждый пользователь будет делиться, будет атаковать другого пользователя уже вне зависимости от вас. Далее, как это использовать, это уже целиком up to you. Начиная от удовольствия, вот, кстати говоря, пример с твиттером, это реальная атака, которая произошла несколько лет назад на твиттер, точнее, не атака, просто один человек нашел эту уязвимость на твиттере, разместил подобный твит, и она пошла гулять. В том числе, он преследовал цели исключительно фановские, то есть, получить какое-то удовольствие, поэтому все, кто читали этот зловредный твит, помимо того, что размещали у себя, еще их перенаправлял на японский порно-сайт, который получил конкретно много трафика тогда. То есть, никаких коммерческих целей этот человек не преследовал. в качестве коммерческой цели можно взять тот же самый трафик на какой-то ресурс, то есть, реклама на какого-то ресурса. Представьте себе, вы находите на Facebook, читаете вашу ленту, и вдруг вас перебрасывают на какой-то ресурс. стандартного механизма в Facebook для подобных функционала естественно нет. Плюс вы можете направить всю эту массу ботов на какой-то один ресурс, который ляжет, то есть, организовать DDoS-атаку. Можете подгрузить всей этой массе ботов сбоку какие-то баннеры. Опять же, вы заходите на Facebook, увидите сбоку баннер. Для того, чтобы легально разместить этот баннер на FB, для этого нужно заплатить довольно большую сумму денег, а вы размещаете его абсолютно бесплатно или подключаетесь к какой-то партнерской программе, размещаете их баннеры и получаете за это деньги. Это, в принципе, монетизируемо. Но проведение такой атаки требует тщательного планирования, поскольку ваш ресурс, откуда вы подгружаете JS, может в конечном итоге лечь раньше, чем вы достигнете своего результата. Теперь пару слов относительно того, где искать XS-уязвимости. В случае с уязвимостями, которые мы ищем на целевом сервере, их можно искать посредством любого параметра. То есть, любой параметр, который является входными данными, любой параметр HTTP-запроса является входными данными для вашей целевой системы. В случае с клиентскими уязвимостями здесь ситуация немножко сложнее, поскольку не все параметры вы можете заставить пользователя отдать серверу. Допустим, вы нашли уязвимость, которая вызывает срабатывание XSS в каком-нибудь хедере, то есть, берется значение хедера и распечатывается, выдается в контекст веб-страницы. Но вы пользователя вряд ли сможете заставить необходимое программное обеспечение, самому отдать запрос, модифицировать запрос и отправить его, и потом еще передать все это в браузер, чтобы браузер взорвался XSS. То есть, не все атаки, которые возможны на веб-систему, возможны в случае с клиентской частью. Не все параметры стоит рассматривать в случае с атакой на клиентскую часть. Однако, в некоторых случаях мы даже хедеры можем использовать нам во благо и заставлять пользователя отдавать свои кастомные хедеры, проставлять свои кастомные хедеры. Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте посмотрим, каким же образом искать места, которые подвержены XSS-атаке на тех параметрах, которыми мы владеем. Из этих параметров практически мы ограничены getPost переменами и пожалуй все. Давайте посмотрим, каким образом их искать. Смотрите, мы будем на уже знакомом нам Dembal Enrable Web Application секция, отвечающая за XSS-атаки. Здесь есть два типа XSS-атак, два примера XSS-атак, первый X Reflected, второй X Начнем с Reflected. Для начала определим, куда попадает наш переменный, то есть наш параметр. Введем здесь какой-нибудь тег, который легко искать на странице. Обычно вводят тег, который явно на странице в другом месте встречаться не будет, то есть будет уникальным. RRR вполне достаточно в данном случае. Нажимаем Enter. Мы видим, что наше значение попало в HTML текст. Первое. Второе, что наше значение передается посредством Get-метода. Это второе. Давайте посмотрим исходный код страницы, каким он получился после вызова нашего метода. И поищем Ctrl-F, поищем здесь RRR. Больше вхождения нет, есть одно вхождение. Вот наш параметр, точнее, вот он. Наш параметр, вот та часть, на которую мы можем влиять, на содержимое, на которое мы можем влиять. Давайте посмотрим, насколько мы можем влиять и добавим туда спецсимволы. так, 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 кавычки, так, и круглые кавычки, submit. Отображение произошло. Посмотрим, в каком виде в исходном коде все это дело отображается. Вы видите, ничего не фильтруется, то есть все спецсимволы проходят без фильтрации, без эскейпинга. То есть мы здесь можем в принципе прямо сейчас создать какой-нибудь тег. давайте попробуем RRR для начала B это неактивный тег, это всего лишь HTML-разметка, но посмотрим, мы должны получить три буквы RRR в жирном шифтом submit. Собственно говоря, мы это не получили. Окей, давайте попробуем выполнить какой-нибудь JS-код. здесь что-нибудь, затем script alert1 script теоретически нам должен выдастся alert с содержимым единица. Теория соответствует практике. Вот наш уру, который вызывает срабатывание этого вязвимости. То есть если мы пользователю передадим этот уру и попросим его перейти по этому уру естественно при условии что double available web application доступен ему. У него сработает alert и выдаст единицу. Давайте сделаем то же самое, только посмотрим назначение переменной document cookie. То есть той переменной, которая содержит в себе кубки значений для данного домена. В данном случае доменом будет IP-адрес, поскольку я поднял все это дело на виртуальной машине и вся привязка идет к IP-адресу. Создаем access vectors script alert в данном случае мы будем просто распечатывать document cookie и закрываем script enter Вот собственно говоря наше значение cookies security равно low php css id равно и далее сессия в рамках этой системы. Как злоумышленник мы можем взять эту сессию подставить себе и мы окажемся полной копией той страницы в которой сработала это xss уязвимость. Вариант со столь xss представляет из себя пример гостевой книги. Мы вводим здесь какое-то имя мы вводим какое-то сообщение нажимаем кнопочку sign go и получаем свое сообщение в теле в html странице. Давайте попробуем еще что-нибудь добавить alex hello from outer space нам это не важно чтобы было более чем одно сообщение вот у нас такие сообщения теперь давайте посмотрим в каком виде какие спецсимволы экранируются или не экранируются в рамках целевой системы нас на сервер введем здесь для того чтобы идентифицировать имя одинарная кавычка двойная угловые скобки круглые скобки фигурные скобки нам не дает ввести больше символов чем здесь ограничение в форме по количеству символов больше нам не дает ввести окей тогда мы сделаем так здесь все-таки дополним слэш здесь введем другой идентификатор нажмем sign вот собственно говоря у нас что получилось откроем поищем как видите здесь тоже ничего не фильтруется далее для excess атаки параметр name имеет ограничение по количеству вводимых символов мы нажимаем раз два три раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один все десять десять символов то есть предполагается что ими у нас 10 символов не путайте ограничение на клиентской части с ограничением на серверной части эта часть ограничивается на клиентской части то есть input type равно text name равно такой-то name size равно десять то есть можно ввести десять символов только из-за того что таким образом веб-мастер создал веб-форму все это дело передается пост запросам если мы будем создавать xs уязвимость для того чтобы она сработала у другого пользователя через свою страницу размещая форму с автосадмита там мы можем естественно это ограничение не указывать другое дело что на серверной стороне может эта переменная тоже дополнительно проверяться и усекаться до десяти символов поэтому лучше использовать все-таки вот этот вектор тот который содержится в поле месседж другое дело что у нас есть в данном случае мы рассматриваем store xss то есть мы можем провести любые манипуляции мы можем затронуть заголовки если они будут проходить каким-то образом в тело html мы можем провести любые куки-значения добавить то есть мы можем любые входные данные использовать для того чтобы store xss сформировалась если это нам поможет имейте это ввиду нам не требуется отправлять никаких ссылок клиенту клиент рано или поздно зайдет вот по этой ссылке это вполне нормальная ссылка ссылка для отображения последних записей данной гостевой книги поэтому мы можем с чистой совестью использовать поле message для формирования нашего access вектора давайте сделаем то же самое script alert далее document . cookie то есть сделаем то же самое что мы сделали в случае reflect CSS sign вы видите что у нас наш access вектор вполне себе нормально сработал он содержится вот в этом сообщении теперь давайте смонулируем работу другим пользователям вводим другого пользователя тоже то есть пользователь заходит почитать последнее сообщение гостевой книги у него сработает access вектор в рамках access вектора мы можем разместить например кражу cookies то есть мы можем таким образом увести cookie у всех пользователей которые просмотрят эту страницу следующая атака которую хотелось бы рассказать это так называемый хедеринжекшн инъекция хедер а в чем смысл этой атаки в рамках HTTP протокола когда мы передаем когда мы что-то передаем в начале идут заголовки эти заголовки отделяются друг от друга символами 0D 0A то есть перевод строки в азат каретки поток символов имя хедера значение этого хедера и так далее и тому подобное 0D 0A начинается следующий хедер если у нас на сайте есть метод который формирует один или несколько заголовков и позволяет пропихнуть символы 0D 0A 0D 0A это статистичная нотация я здесь обозначаю позволяет пропихнуть эти символы у нас у нас получится ситуация когда ответ от веб-сервера будет содержать незапланированный переход далее все зависит от того что мы поставим после этих символов если мы поставим конструкцию которая определяет новый хедер новый заголовок браузер пользователя получит ответ на этот вектор атаке и будет трактовать этот ответ как дополнительный заголовок то есть мы можем благодаря этому внедрять абсолютно любой произвольный заголовок в тело ответа давайте рассмотрим следующий пример это достаточно распространенный сценарий очень много в подобных местах есть таких уязвимостях по всему интернету у нас есть HTTP Target.com наша цель и метод и переменная jump который присваивается некое значение посредством get-запроса и по этому значению формируется header location со значением которое приходит непосредственно из пользовательского ввода напомню header location заставляет браузер перейти по определенному урлу урлу который определен в рамках этого хедера и такая схема часто используется при редиректах то есть есть на сайте ссылка но ссылка не прямая на другой ресурс а ссылка на локальный метод который во-первых логирует у себя внутри что пользователь кликнул на такую-то ссылку и затем выдает header location и пользователь переходит на ту ссылку которую ему на которую хотел перейти помимо этого такие методы могут проверять по блоклистам каким-то предлагать остаться на этой странице ввести статистику много-много-много чего еще могут делать такие методы это часто встречающийся сценарий в сети интернет так вот у нас наш юзер импут предположим что наш юзер импут не фильтрует точнее скрипт который обрабатывает наш юзер импут не фильтрует символ 0d что в этом случае будет мы создаем вот такую строку запроса где в параметру jump прислаиваем следующий hell процент 0d 0 set cookie go to hell все go to hell 3d это равно hex нотации равно 1 что мы получаем на выходе на выходе мы получаем наш наш метод здесь пытается сформировать header location на базе наших входных данных hell все нормально далее идет процент 0d 0 это заставляет в ответе перейти на следующую строку далее идет setcookie и браузер наш будет трактовать это как начало нового хедера с именем таким-то в данном случае хедер setcookie с именем таким-то значением таким-то то есть мы как бы внедрили в тело ответа от некого веб-сервера для данного пользователя который перешел по этой ссылке дополнительную куку с именем go to hell значением равно 1 помните мы говорили про то что для проведения xs-атаки мы ограничены количеством входных точек исключительно get post переменами так вот эта уязвимость хедеринжекшн позволяет нам обойти это ограничение и проводить xs-атаки на переменные которые находятся практически в любом месте заголовков то есть мы можем создать любой хедер если он попадает в HTML страницу мы можем создать любое кукис значение если она попадает в HTML страницу и так далее то есть нам не требуется пользователя это один из способов каким образом обойти ограничение на количество входных точек в случае xs-атак эти две уязвимости они по сути дела идут рядом параллельно и очень часто одна из них может дополнить другую для получения какого-то кумулятивного эффекта следующая уязвимость о которой хотелось бы рассказать это так называемая фиксация сессии это достаточно старая уязвимость и была распространена довольно широко где-то лет 10 назад сейчас встречается достаточно редко но в канонической своей форме но какие-то вариации время от времени все равно встречаются это уязвимость платформа независимая и связана не с какими-то ошибками фильтрации и санитизация данных как в случае с xss или csrf а это архитектурная уязвимость то есть уязвимость которая заложена изначально в архитектуру некорректно реализованной архитектуры представьте себе следующий сценарий и у нас есть наш веб-сервер который работает который сдает полномочия на базе сессии то есть вы логинитесь создается сессия вы используете эту сессию с одной поправкой при первом заходе когда вы еще не залогинились вы заходите на сервер сервер вам возвращает сессию далее когда вы логинитесь то есть вводите логин пароль эта сессия остается та же самая только на сервере с серверной стороны происходит повышение привилегий для этой сессии то есть проставляется флажок этот пользователь залогинился пользователь такой-то что в этом случае возможно злоумышленник для начала создает сессию отдает запрос для этого ему нужно просто зайти на некий сайт обратно ему создается отдается ответ сэк кукис и сэшен ади равно такая-то некий сэшен ади который которым владеет злоумышленник далее злоумышленник вместо того чтобы ввести логин пароль самому и инициировать создание повысить привилегии своей сессии передает в рамках какого-то запроса этот сессионный идентификатор пользователю пользователь заходит по этой ссылке видит что она не залогинина вводит свой логин пароль сессия остается для пользователя та же самая а злоумышленник уже собственно говоря злоумышленник и создал эту сессию который скормил пользователю таким образом злоумышленник получил проапгрейзенную сессию со своей стороны а пользователь спокойно работает в залогиненном в эту систему как это на практике может быть может реализовано во-первых сессии конечно чаще всего передаются посредством cookies переменных то есть содержится в cookies не содержится в getPost параметров в getPost параметрах в getPost параметрах содержится только исходя из каких-то эзотерических причин но злоумышленник может найти уязвимость которая позволит пользователю добавить некое cookie значение например через тот же самый header injection и у пользователя окажется та же самая кука которая есть у злоумышленника вариант второй злоумышленник может попробовать передать cookie значение через какой-нибудь getPost параметр часто веб-система которая сидит на той стороне никакой разницы между getPost и cookie значениями не видит все они приводятся внутри веб-системы в соответствии переменное равно значение вне зависимости от того по каким источникам через какие параметры запроса они пришли это неправильно но это пусть останется на совести тех кто разрабатывает эти системы однако даже рассматривая эту ситуацию в отрыве от контекста данной уязвимости можно заметить такое поведение в более чем одной системе распространенных в интернете то есть злоумышленник в этом случае может сформировать сессию получить некий session ID а затем сформировать URL типа target.com session id равно идентификатор сессии который пришел злоумышленнику передать этот URL пользователю система веб-система возьмет session ID переместит его в заголовок cookie set cookie set cookie а пользователю предложат ввести логин пароль после того как пользователь введет логин пароль у злоумышленника окажется валидная сессия 12 1 22 23 23 22 22 23 24 24